Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Канал Настоящая Турция, меня зовут Алина. Сегодня мы будем с вами гулять по Элязы, по центру, если быть точнее, так как у нас сейчас пост, дома делать весело, поэтому мы с вами пройдемся по самым интересным местам. Такие магазинчики очень популярны в Турции, так как в них можно купить все, включая специи, мыло, все возможные конфеты, сладости и даже турецкий кофе. Видите, его прямо на месте молят. На данный момент заказа нет, поэтому просто работает, ничего не молит. Здесь я спрашиваю, почему они работают, а с вами отвечает, что они готовятся к вечеру. Представитель политической партии поздравляет всех с праздником, даже помахал нам с вами. Данное видео снималось в воскресенье, поэтому такое количество людей на улице. Вы видите, мужчины сидят на лавочках, общаются, это у них такой вид прогулки. Вообще очень многолюдно, еще потому, что данная площадь находится возле рынка. Поэтому, видите, женщины с пакетами, все очень заняты приготовлением к ифтару. Раньше в этом здании работало управление городом, сейчас оно на реставрации, а управление перенесено в другое место. Как видите, стоит мужчина, продает хлеб, и я не могла пройти мимо этих перепелок и курицы. Это очень вкусно. Будете в Турции, попробуйте. Я считаю большим минусом в Турции то, что заправки очень часто находятся между домами, а иногда я даже видела одну заправку на втором этаже, который расположен дом. Как для меня это небезопасно. Вот опять въездят, поздравляют нас, товарищи. Сейчас буквально на каждом углу продается вот эта трава. Мы не знаем, что это такое, я ни у кого не спрошу, никто не знает. Иногда я вижу, люди покупают, но вопрос, что они с ней делают. Сейчас в Алязе очень много зданий, которые пустые. Как видите, даже отсутствуют окна и двери. Это делается для того, чтобы проще было их сносить. На этом месте скоро появятся новые красивые дома. Турки народ трудолюбивый и поэтому своих детей с самого детства они тоже приучают к труду. Сейчас мы пришли к другу Османа. У него свое кафе. Называется Кадыевчи Мурат Устан. Здесь подают только сладости. Как видите, сейчас сладости готовятся целыми подносами, потому что люди покупают несколько видов сладостей и идут в гости на ифтар. Если у кого-то из моих подписчиков или гостей канала знакомы или, возможно, вы занимаетесь оптовой продажей грецких орехов, чищенных и масла подсолнечного, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Данный ресторан заинтересован в приобретении большой партии подсолнечного масла и грецких орехов. Поэтому, если вы занимаетесь оптовой продажей, то, пожалуйста, напишите. Неважно, с какой вы страны, главное – это цена. Цена в долларах нас интересует. Сынка, шикарная лестница. Как видите, сейчас никого нет. Все внизу покупают сладости, еду, но в самом ресторане никого нет. Давайте глянем в минику. Специально для нас включили свет. Смотрите, потолки. Все шикарно. Сейчас мы пришли с вами на наш местный базар. Сейчас большой спрос на сухофрукты, особенно на финики, так как каждый ифтар начинается со стакана воды и финика. Мы предпочитаем покупать в коробках финики, так как нам кажется, что они больше и вкуснее. В таких магазинах очень много разных приспособлений для помола кофе и какао, а также от жарки семечек. Сейчас мы находимся на моем любимом рыбном ряду. Все турчанки, турки ходят, фукают, говорят, боже, как воняет. Не знаю, всем воняет, а мне пахнет. Я обожаю рыбу, я люблю ее запах. Не важно, сырая она или приготовленная, мне все равно. Пока мы стояли, разговаривали с другом-османом, который является владельцем этой рыбной лавки, подошел клиент и заказал себе рыбу. Видите, сейчас я буду взвешивать. Такая большая рыба весит 15 килограмм. Килограмм стоит, по-моему, 70 лир. Я помню точно, что сторговались они на 1000 лир за всю рыбу, и при том, что ее еще разделают. Если и есть рыба мечты, то вот она. Большая, хорошая такая, ух, обожаю рыбу. Вдруг османа согласился, я у него спросила, можно ли снять, он, конечно же, не отказал. Вот, и мы сейчас с вами можем наблюдать за разделом такой огромной рыбы. Честно говоря, я думала, что при этом используют большие ножи, но, как оказалось, главное умение. Обычно в Турции снимают с рыбы кожу. Для меня это было что-то странное, когда я первый раз это увидела, но потом со временем привыкла и поняла, что это очень удобно. А кожу снимают плоскогубцами или специальными кусачками. Ну, я обычно вижу, плоскогубцы используют. Пока сотрудник разбирал большую рыбу, ему привезли маленькую. Как видите, он очень классно разбирает рыбу, вообще, чокает, как семечки на одну рыбку. У него выходит, наверное, меньше минуты. Мастер своего дела. Также спрашивают у клиента, на сколько частей разрезать рыбу и какие части рыбы выкидывать и какие оставлять, поскольку у некоторых в селах есть собаки. И для этих собак можно оставить голову или хвостик. Вот уже мы опять с вами наблюдаем разбор большой рыбы. Видите, рядышком стоит клиент, вот в черной куртке, и командует, как нарезать рыбу. Без сомнения, это тяжелая работа. Во-первых, на ногах все время, а во-вторых, каждый раз, каждый день разбираться с такой 15-20 килограммовой тушей. Но это их работа, и она им нравится. В Турции распространен семейный бизнес. Например, в той лавке, в которой мы сейчас были, работают отец, сын и зять. В последующем эта лавка перейдет к сыну, а раньше эта лавка принадлежала дедушке. Это повелось еще со старых времен, когда дети были маленькие, их приучали к труду, и отцы сыновей возили к себе на работу, где сыновья обучались ремеслу, и впоследствии унаследовали бизнес отца. Конечно, в нынешних реалиях у детей больше возможностей обрести другую профессию, вне зависимости от профессии родителей. Но есть и случаи, когда дети идут по стопам родителей. Вот, кстати, здесь находится офис Асмана. Вот эти два окна. Это получается, там сколько? Четыре или пять комнат? Четыре комнатную квартиру он купил там. Сделал в ней офис. Видите, аукат Асман Танман, аукат Патер Кейля. Дима, мы, кстати, ездили с ним и его женой, мы ездили с ним. Когда в офисе никого не будет, мы с мамой пойдем, посмотрим, что там есть, что там есть. Я там уже была 150 раз, но видео оттуда у меня еще нет. Здесь, кстати, строят новый дом. Это возле офиса Асмана. Видите, вот офис, вот гараж, что там стоит машина. А вот здесь, видите, будут все сносить. Тут строят, тут сносят. В общем, здесь лепит. На выходных люди приезжают в центр прогуляться или же за покупками. Но, когда они возвращаются домой, они обязательно заходят в пекарню. И в такие моменты возле пекарни даже негде поставить машину. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok